Мне тоже очень приятно. Лайкбайс. Тем более, с вами работать. Аклбек Джапара в рамках рабочего визита в Вашингтон провёл встречи с руководством ряда финансовых институтов. Глава Кабмина выразил заинтересованность в привлечении американских технологий и инвестиций в такие сектора, как энергетика, сельское хозяйство, гонодобывающая промышленность и туризм. Основной темой обсуждения стало развитие гидроэнергетического сектора Кыргызстана, в частности, проект строительства Камбаратинской ГЕС-1. Планы по строительству этой крупнейшей гидроэлектростанции Аклбек Джапаров обсудил с руководством Международного валютного фонда. Как отметил глава Кабмина, Кыргызстан готов рассмотреть различные варианты сотрудничества в рамках реализации данного масштабного проекта. У нас сейчас очень большой проект строительства гидроэлектростанции. Также была достигнута договоренность со Всемирным банком о разработке финансовой модели сотрудничества в рамках строительства Камбаратинской ГЕС-1. На встрече с исполняющим обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка глава Кабмина отметил, что в настоящее время Кыргызстан использует только 13% своего гидроэнергетического потенциала. При этом в сфере энергетики самым амбициозным и флагманским проектом является строительство Камбаратинской ГЕС-1 мощностью в 1860 мегаватт. Кыргызская республика крайне заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения чистой энергетики. Реализация проекта Камбаратинской ГЕС-1 даст возможность ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт-ч. электроэнергии и максимально положительный эффект в сфере энергетики не только Кыргызстану, но и всему Центрально-Азиатскому региону. Так стало известно, что Всемирный банк на начальном этапе реализации проекта выделит 500 млн долларов США. Эта встреча Акалбека Чапарова с руководителями Всемирного банка и с остальными заинтересованными сторонами дала положительные результаты. Проблема сдвинулась с мертвой точки и с 1922 года выделили уже бюджетные средства свыше 2 млрд сом и начатые работы, подготовительные работы по сооружению этой самой важнейшей электростанции. Гидроэлектростанции не только для нас, но и для всего региона Центральной Азии. Отметим, в начале июня этого года в Вене пройдет инвестиционный энергетический форум, который будет посвящен проекту строительства Камбаратинской ГЕС-1 и мобилизации финансовых ресурсов для его дальнейшей реализации.